коллеги приветствую вас на youtube канале клуба трейдеров картель и сегодня разберем такой интересный момент я более чем уверен что многие сталкиваются получил вопрос разобрались ситуацию с монеткой aptos и сегодня еще покажу как пример да как подходить к теме торговли исторических уровней наверняка многие знают да и сталкиваются с проблемой когда мы определяем различные виды уровней то есть у нас может быть точка излома тут же может быть например хвост паранормального бара либо границы на торговке и если эти уровни уже запилены по факту да то есть мы не видим чистой какой-то пробойной плоскости в которой мы можем ожидать импульсного движения но уровень имеет место быть особенно если он какой-то сильный крепкий на истории там будь то зеркальный какой-то уровень либо из недавней до истории имеет подтверждение касаниями неглубокими ложными пробоями в какой момент его можно начинать торговать ключевой момент в торговле исторических уровней является подтверждение то есть мы должны подтвердить мы должны наблюдать что цена уровень видит как это может проявляться в удержание цены в вблизи уровня до когда цена не отходят либо также там дальнейшие какие-то действия то есть если мы входим даже пусть это будет локальная ситуация но с опорой на какой-то исторический уровень мы будем ждать точно такую же реакцию как мы ждем например при торговле пробоя возьмем как пример но можно сказать идеальный до торговой ситуации вообще природу уровне это некая точка на истории я не люблю зоны то есть я люблю именно уровень это цена да какая определенная точка данном случае у нас есть вот эта точка остановки здесь неглубокий ложный пробой и сегодня на домашке это выглядело вот так домашка рано утром без 15 6 на дневке скажем так без каких-либо выдающихся на торговок до несколько дней стояния но если мы заглянем внутрь то есть на часовике это было так что мы подошли и не откатывая продолжаем стоять а на 5 минутки это было еще интереснее мы подходим да то есть там 55 45 мы подлетали к уровню и уже формировали там возможно дальнейшее движение то есть быстрый подлет это не за пробой но после того как цена закрепилась можно было поработать то есть это наглядная ситуация при торговле мы подросли не откатываем глубоко было две попытки ухода вниз и дальнейшее движение сходу в такие сделки но лезть не рекомендаем при закреплении здесь уже можно и в продолжении что-то посмотреть и далее то есть есть варианты работы относительно уровня и на дневке мы видим что инструмент после подхода на паранормальном баре не откатывает мы закрываемся под самых и можем работать продолжение это понятная простая ситуации и точно так же точку мы берем из истории на то есть бывают прям вообще внутри дня ситуации самое главное с направлением определиться чтобы не хватать в две стороны но вот такое расторговывать сложностей как правило ни у кого не вызывает беда в том что там особенно кто любит торговать форекс знает что форекс чаще такое такие ранжовые движения редко какие-то направленные совершаются именно поступательные движения долгосрочные давно не будем брать в расчет там лиру либо последние пару лет по японской иене как правило это некие такие движения от границы до границы каких-то широких диапазонах на крипте последнее время тоже отличаются довольно таки частые ситуации когда цена начинает совершать какие-то вот такого плана движения то есть некий диапазон и вот в какой момент можно расторговывать какой-то уровень с истории значит вопрос был по монетке автос у нас на истории есть зеркальная точка остановки там 9 409 424 942 то есть 942 берем как последний вот этот вот излом и откат с которого мы уехали далеко-далеко вниз спустя время мы подошли здесь большая волатильность бла-бла-бла и вот в этом движении в последнем в субботу задает вопрос смотрится вот здесь это на контртренд то есть мы подросли закрепились за уровнем у нас есть два отката на продолжение движения то есть две попытки роста уже мы истратили да не можем обновить хай кто помнит кто смотрел видео про возможные сломы две ступенечки есть уход ниже и мы можем смотреть локальные точки контртренд в данном случае у нас уровень 942 он у нас в подходе подтверждается неглубокими ложными пробоями мы закрываемся сразу на уровне попытка ухода и нас опять тащит к уровню смотрим на пятиминутку попытки изыскать ситуацию для точки входа и видим прекрасную ситуацию что вот к хвостиком ложных пробоев нас тут же начинают поджимать и в данном случае вход выполнялся на вот этом баре стопик прятался сюда то есть совсем коротенький и уже вот в этом движении было три с копейками к одному то есть вот первичном импульсе сделка закрылась потайку у человека возникает вопрос правильно ли он расторговывает исторический уровень я считаю что исполнение можно сказать идеальное то есть пока цена там в подходе нет подтверждения но и я не люблю заходить относительно дневки когда есть вот такие вот хвостики то и ждать именно копорные точки какой-то вещи объем выскочил то есть интерес есть и если будем проваливаться ниже можем ожидать срабатывания стопов и импульсное движение чего и дождались до что и произошло и далее там уже можно выдумывать да с сопровождениями с переносами позиции без убыток и так далее но это все потом само вот исполнение сама точка входа я считаю что выполнена очень даже достойно и поэтому именно расторговки расторговкой ситуации относительно исторического уровня должна выполняться ровно вот по такому счету и даже если мы на младшем таймфрейме заглянем влево немножко до что происходило то увидим что цена все равно пляж что круг уровня есть касание и сложные пробои в этом подходе цена останавливается то есть нет каких-то таких движений именно когда чисто чистой воды происходит распил то есть вот если бы долго долго ходили вот так вот все время и потом уровень там начинает работать то это уже будет немножко другая картинка а так по сути дела у нас здесь вот в этот день был неглубокий ложный пробой днебаром и этот день к вечеру мы завершили также снижением в предпробойной плоскости получили такой импульсное движение если вы возьмете любой инструмент на рынке форекс ну перезай давайте евро доллар его любят все берем все то есть вот такого плана и ситуации когда мы подошли остановились и вот если здесь постоим закроемся близко можно будет смотреть дальше шортовое движение уровень у нас есть откат с которым мы сделали перехали пришли подтвердили все что нужно для дальнейшего режиме постоять потому что здесь паранормальный бар были на новостях по занятости либо вот здесь да у нас локальная точка остановки еще два дня постояли можем смотреть там либо пробой информации для любителей ретестов можно подождать откат к пробитому уровню то есть это все такое воздухе так вот если взять и отмотать график просто в рандомное место куда-нибудь в историю и на любой излом с которого мы мало-мальски сделали какое-то движение так чтобы мы не внутри где-то остались а вот например взять вот этот излом отметить его и отмотать график что в историю мы будем видеть что цена вокруг этого уровня да там пляшет точно также там кит подтверждение можно смотреть это будет работать как в истории прошлом так и в будущем по прошествию времени то есть мы точку взяли вот здесь спустя здесь сколько 133 торгов 133 дня календарных 95 торговых дней цена подходит ровно в то же место но с учетом того что это форекс децентрализованы да там парка печек не добивает ничего страшного опять там про нормальный бар движения минимум 17 054 то есть тоже практически копейка в копейку и цена этот уровень видят и работать с этим уровнем можно все что нужно это подтверждение подошли неглубокий ложный пробой либо остановка в накоплении перед уровнем можем работать например пробуем какую информацию если мы там летим издалека на про нормальном баре особенно на рынке форекс можно смотреть там ложный пробой на кит формации если начинается распил граница распила обозначили все что нужно дождаться пока цена подожмется к одной из границ и работать уже либо продолжение либо контр-трэнт там банально до подошли к уровню и встали в распил день закрываемся здесь наверх здесь вниз наверх вниз его цена ходит все время туда-сюда у нас есть точка остановки есть откат пока цена гуляет нас не интересует подошли без отката работаем дальше не хочется на двигаться наверх подошли к нижней границе работаем на срыв в обратную сторону пока цена замкнута в какой-то на торговке в кого на накопление просто не трогать если конечно нет хорошего запаса хода между границ когда можно посидеть intraday сделку с неплохим потенциалом вот торгуйте исторические уровни это несложно все что вам нужно это дождаться подтверждения уровней и тогда можно будет торговать вокруг него хочу напомнить совсем практически забыл последние недели остается до старта курса можете посмотреть на площадке картель market выбрать и присоединиться к текущей группе следующая группа будет не ранее мая вот так что имейте ввиду все всем пока удачи